Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет технический выпуск. Вы знаете, что у нас лажа с селл-драйвом, который мы планируем чинить. И сегодня мы будем нашу лодку вынимать на берег. Об этом будет наш сегодняшний выпуск. Интересное мероприятие еще тем, что у нас нет селл-драйва, не работает мотор, и все уехало в Соединенные Штаты Америки для диагностики. А мы будем подъезжать к крану, выниматься, и все это будет происходить без мотора. То есть такой небольшой квестик, но мы его, я думаю, с легкостью пройдем, потому что ничего сложного в этом мероприятии нет. Нужно просто немножко сноровки. Но я думаю, с этим проблемой нет. Так, что мы сделали? Вот у нас идет одна веревка. Сейчас пока стоим спринт, и там две носовых. То есть мы сейчас просто отцепляем носовые и поехали назад. И вот у нас готов тузик. В нем лежат две веревки. И длинная привязана к носовой утке. То есть мы отъезжаем назад. И после этого просто газуем вперед и поехали. Так как мы будем сейчас ехать, и мотора у нас нет, то, естественно, нам нужна будет помощь. И мы сейчас... Я сейчас подойду к ребятам. Здесь в Марине стоит лодочка. Вас познакомлю. Они мне будут помогать сегодня тащить меня из Марины на драйдок. Привет, народ! Привет! О, давайте я вас познакомлю. Дима. Дима. Оля. Оля. Миша. Миша. Привет, Миша. Привет. Что вы здесь делаете? Расскажите. Мы пришли сюда на лодки, купленные в Техасе. Хотели пойти на ней в кругосветное плавание. И хотим. И хотим до сих пор. Но пока у нас много поломок. Вот стоим на берегу, ремонтируемся. Удивительно поломок на лодке. Они бывают не ломанные. Они ломанные продаются сразу сходу. И еще мы смеемся. У нас надежная лодка, и все ломается. Все надежно ломается. То лапы ломит, то хвост отваливается. То шафт отваливается. То паруса ломит, то шафт отваливается. В общем, сегодня ребята будут помогать мне в перемещении лодки с нашего места на драй-док. Ну что? Мы готовы? Готовы? Поехали! 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 Так, вы контролируете. Здесь контролируют каждое из шуттл, которые идут вверх и вниз. Здесь, идут вверх и вверх. Дверь, движет крючки. Вверх и вверх. Ага. То,usteering wheel с на距LE вниз. аций один подсерки. Здесь шафт. Здесь сделается ш Um, там, Там, куда надо, куда начало голову. А вот, здесь острых. У нас есть четырех. ФПВ-дрон. Да, это не сложно, не сложно. Я выбираю моих шуттл. Сейчас у меня есть 2 и 4, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Это хорошая машина, спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Пойдемте. Мне понадобится больше скоростей. Прямо по курсу мель. Мы сейчас идем, поворачиваем, там еще одна мель. Там чувак рыбу ловит. Он такого не ожидал, и тут уже нас начинает сносить. Стремненько это все. Пойдемте. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова бросить будет на пирс. И переднюю носовую бросить туда. Хорошо, окей. Давай, я переднюю. Давай, давай. Основную переднюю они у нас потом потянут, потом заднюю, а дальше нам потом не страшно. Дима, помедленнее теперь. Теперь помедленнее, чтобы инерции было меньше. Медленнее, медленнее. 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 Я должен стоять на борт? Вот под нас загоняют Стоять с мной, Джим! Ну и все, у нас уже поднимаются. Очень страшно, такое ощущение, когда она немножко так побухивает, когда он останавливает подъем. Сейчас, похоже, нам будут чистить дно, пока мы стоим и тут все барникалы сбивать, pressure washer и все такое. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 радар надо будет его снять и посмотреть и проверить где она болтается и исправлять короче вот это вот задача номер один ход на самом деле не очень большой ну нужно чтобы его не было далее электричество вот у нас она идет вода подготовлена вы видите шланги шланги идут у нас на лодку вот они лежат здесь и вот это щиток на нем находится электричество 32 ампера и вода вон там вот дальше то есть мы полностью готовы чтобы жить на берегу удобно с 220 вольт так что мы еще сделали вот вы видите наш электрический кабель который вот идет здесь мы на него сверху одели водопроводный шланг разрезали его ножницами потому что если на него будут наезжать автомобилей то его могут попортить а так мы его решили защитить просто в длину порезали надели я думаю что так оно и будет чтобы он не двигался туда-сюда сейчас его еще хомутами стяжками закреплю и мы будем полностью готовы к тому чтобы жить какое-то время на берегу у нас наши все муринг lines швартовые были грязные мы их положили в ведро залили хлорочкой ну в такой щадящий комплекта щадящей концентрации и заодно постираем у нас вот а вот еще валяются чуть впереди чтобы потом они у нас были чистые вот так вот шаг за шагом мы сейчас приготовимся все помоем все почистим дно почистим лодку починим и мы будем полностью готовы для нашего дальнейшего путешествия вот так вот у нас здесь такая корзинка тапки снимаем и заходим на лодочку сейчас будем дальше что-то делать смотрите вот эти все болты цинковой смазки и они прямо здесь шикарные тут как закрутил так и выкрутил чем выкручиваются легко вообще никаких проблем нету эта идея использования смазки просто шикарная так теперь нам нужно отсюда выбить вот эти вот вот эти вот и вот так вот их все три то есть вот это вот соленая вода это все отмоется я думаю что мы просто потом купим вот такую вот ногу для того чтобы все старые элементы исправить но это все отмою естественно вот это поворотный механизм то есть вот эта вся штука крутится вот этот сам цел драйв вот он так снялся и вот внизу было два демпфера и вот эти вот резинки короче и это все вот закрыто было теперь мне нужно это будет все помыть но в любом случае вот этот цел драйв мы будем поднимать кверху здесь он всякие живности как они там живут вообще не понимаю ужасная история ну что а теперь задаем этот же вопрос нашим экспертам кстати я не зря вот в этой вот маечке нахожусь это мой друг витя мне подарил прислал на ней написано если вы не знаете английский в перевод на русский почему же так произошло так вот виски танго фокстрот мы сейчас будем задавать этот вопрос нашим друзьям яхтсменам и они каждый выскажет свою версию почему же собственно это все произошло всем привет меня зовут Евгения любимого и вот я участвую в дискуссии о том как победить или избежать проявления электрохимической коррозии ну вообще на сто процентов никак есть способ полностью отказаться от электричества на борту впрочем шутки шутками но регламентирующие яхтенные организации такие как американская IBYC и европейская ISO до сих пор не договорились о том как защитить лодку от коррозии и одновременно защитить людей от поражения электрическим током что уж тут говорить о мнениях яхтсменов дело ясное что дело темное в основном все проблемы происходят в маринах когда все лодки по сути связаны одним проводом например у одной аноды кончились и она начинает использовать ваши когда ваши кончились в расход идет следующий в ряду активности металл а если на ней вот на соседней еще есть токи утечки иначе говоря блуждающие токи то процесс летит как фура с горы без тормозов источники блуждающих токов это повреждение изоляции неправильное заземление неправильное зарядное устройство неподходящие по сечению провода выключатели установленные на минусовых проводах неправильное заземление но блуждающие токи могут быть и берегового происхождения что надо так это поставить гальваническую диодную развязку изолятор где обязательно должен быть конденсатор а еще лучший способ это разделительный трансформатор где к вторичной обмотке подключена у нас портовая сеть яхты от первичной обмотки береговое питание все полное разделение вес такого трансформатора современного на 2 киловатта где-то 10 килограмм на три с половиной чуть больше 20 ну а старые висели как сейф в банке еще есть такой вариант не связывать заземление переменного тока с постоянным ну это обязательно требуется установки узо но правильная реализация это такая тема очень неоднозначная где даже профессиональные сутовые электрики предлагают совершенно разные способы исполнения вот этого заземления порой противоречат друг другу что еще добавить что теплая вода но вот как и было у сергея с его сэлдрайвом она очень ускоряет электрокоррозию что не все защитные аноды даже цинковые одинаково по составу что важна также их площадь что анод израсходованной более чем на 50 процентов уже практически не работает ну естественно их нельзя покрывать не обрастайкой кстати анод может стать катодом в гальванической паре при изменении соотношения потенциалов все как мы любим взорви мозг яхтинка он такой в общем вы видите суслика а он есть так и электрокоррозия она есть но ее можно найти тем же мультиметром рецепты имеются в книгах для бутонеров там же вы найдете ряд активности металлов подводя итог что должно быть это гальванический изолятор или трансформатор нужно следить за анодами следить за состоянием проводки и оборудование и при желании что-то такое новенькое установить приколхозить в общем-то ознакомиться с стандартами установки чтобы все было хорошо все всем удачного нового года новых плаваний всем привет здесь я кименко и слава кименко и хочу рассказать вам про такое явление как реверсив полярити все мы видели вот эту вот лампочку причины реверсивной полярности могут быть разные начиная от банального неправильного подключения в колонки на берегу заканчивая разными сложными случаями например как в той же панаме сбор 220 вольт по двум сетям 110 любое устройство подключается электрической цепи посредством двух проводников постоянном токи это плюс и минус переменном токи это фаза и ноль если фазу и ноль нейтраль поменять местами то приборы будут работать так как и работали до этого но ваша защита останется на заземленной стороне проводника соответственно в случае короткого замыкания на корпус не сработает защита и можно получить поражение током неважно какая была причина эффекта реверсив полярити вы можете видеть у нас есть специальный диод который нам будет говорить об этом и надо помнить что мы должны быть внимательны и осторожны подробнее поэтому можем почитать по ссылке в описании очень неплохо дана вся теоретическая часть этого явления от ребят которые занимаются им профессионально здесь была киминга специально для блога капитана германа привет сергей собственно собственно надо было свет нормально сделать вот вот так в общем у тебя гальваническая коррозия проблем вот вду при долгом стоянии в марине гальваническая коррозия может быть условно двух видов от одного вида можно довольно эффективно защищаться от второго к сожалению вообще никак только производить измерения вот и по факту узнать если угроза получения у какого-то повреждения на лодке относительно этой коррозии нет собственно как случается гальваническая коррозия есть берег есть лодка если на берегу с проводкой какие-то проблемы и на берегу на заземлении или вообще в принципе в контакте с землей есть какой-то положительный потенциал то лодка имея контур заземления становится отрицательным относительно положительного относительно земли и появляется цепь по которой течет ток обычно разность напряжений в таких цепях очень мало она может быть 0 5 вольта 0 6 вольта до 1 обычно вот и соответственно когда на лодке к заземлению контур заземления а это и киль и сайл драйв и мотор предложено условно положительное напряжение относительно берега либо еще какой-то лодки в марине или какого-то еще объекта который находится в контакте с водой то с твоей лодки начинают вытекать условно электроны и вот которые приводят к окислению материала проводящего который находится в контакте с водой ну и собственно он сгнивает вот это очень легко лечится это очень легко лечится двумя способами один очень очень хороший это установка изолирующего трансформатора то есть когда земли приходит фаза 0 земля 0 и фаза заканчивается на трансформаторе а из трансформатора выходит своя собственная нули фаза земля вообще получается полностью разорвана при такой схеме и это позволяет однако вы корректно работать цепям защиты таким как узо либо диф автоматом и разрывает полностью два заземления тем самым исключая проблемы и перетекания токов и с лодки к земле вот либо наоборот но обычно наоборот это не так страшно вот и второй способ довольно дешевый это установка в разрыв земли специальных изолирующих диодов которые повышают минимальный порог напряжения для протекания тока принципиально это очень устройство сделано просто это два или три диода которые включены последовательно друг другу в обе стороны то есть есть ветка в одну сторону и светку в другую то есть только может перетекать в конечном итоге из земли на землю но у каждого диода не существует такое понятие как падение напряжения и она равняется что-то 0608 вольта соответственно когда мы два три диода соединили получили падение напряжения в районе 1 5 вольт а может 18 и так как мы знаем что минимальное напряжение максимальное напряжение обычно которая приводит к таким проблем с коррозии 1 не превышает 1 вольта то мы это этим барьером в полтора-два вольта полностью отсекаем протекание токов с низким напряжением что зачастую но не всегда решает проблему с гальванической коррозии второй тип гальванической коррозии который можно встретить или второй случай при котором возникает это когда ты находишься можно сказать между двух полюсов между землей или какой-то лодка еще одной лодкой и топ течет сквозной через тебя через свою лодку он может вытекать в например в киль если киль соединен со всем остальным а вытекать уже сайл-драйва соответственно на килле будет относительно сайл-драйва генерироваться какой-то положительный потенциал а на сайл-драйве отрицательный или наоборот как повезет и в таком случае гальваническая коррозия будет поражать соответственно либо одну часть лодки либо вторую ты становишься просто как последовательным проводником в какой-то цепочке такой тип коррозии к сожалению вообще никак не победить он ничем не лечится кроме каких-то активных защит и они можно только узнать произведя замеры есть специальные устройства которые замеряют потенциалы и в конечном в конечном каком-то или в самом простом варианте можно конечно взять просто мультиметр и померить отношение потенциалов если например киль и сайл-драйв не имеют связи то между ними и понять да какое в воде по какой потенциал развивается в воде вот либо можно между землей лодкой померить оторвать землю на какое-то время и посмотреть какое напряжение есть и главное с каким знаком да если на лодке минус то это к беде а если на лодке плюс то к беде у кого-то другого скорее всего вот больше особо с этим ничего сделать активной защиты на лодках наверное можно сделать но активная защита это значит что будет кто-то будет рядом активно страдать а ты будешь активно не страдать вот в этом заключается активная защита поэтому наверное вариант с активной защиты можем в принципе не рассматривать потому что тогда просто даже если будет где-то все в порядке будет работать активная защита то вокруг что-то отгниет а у тебя условно прирастет потому что в принципе перенос да и восстановление будет проходить на твою лодку вот они они окислением тебя будет соответственно вот как то так это работает что с этим делать то стараться долго не находиться на подключенном берегу стараться в принципе наверное долго не находиться в маринах и ну делать замеры делать замеры между отдельными частями лодки которые соприкасаются с водой и имеют какую-то проводимость и либо устанавливать специальные измерительные средства которые покажут очень простые которые покажут в плюс или в минус какой потенциал у лодки относительно например контур заземления с берега это позволит как минимум заранее понимать чего можно ожидать от марины или чего и можно ждать и вообще сделать прогноз если это два-три дня постоять то это не проблема а если это постоять два-три месяца это уже не очень если простоять год то получим вот что получилось поэтому собственно проблема актуальная проблема страшно особенно в текущее время когда все или большинство яхтсменов вынуждены подолго оставаться на одном и том же месте и естественно в зимний период и если будем касаться европы то это еще и электричество которое нужно для отопления и так далее и тому подобное поэтому с этим нужно бороться и этому нужно уделять особое внимание чтобы не получалось таких неприятных ситуаций как получилось с тобой желаю победить тебе это эту проблему может мы в скором времени найдем новую новую сел драйва в понедельник я буду звонить стараться это найти решить давай дружи ну что я надеюсь теперь вы знаете значительно больше теперь вы знаете как это все устроено какие есть риски что на что влияет ребятам огромное спасибо за то что поделились своим мнением а на этом наш выпуск мы заканчиваем и уже в следующих выпусках я вам буду рассказывать как мы будем бороться с сложившейся ситуацией поэтому друзья не забываем поставить лайк нажать на колокол оформить подписочку и написать коммент мне будет от этого приятно все до встречи в следующем выпуске пока пока пока